Всем привет! Сегодня мы рисуем золотых рыбок акварельными красками. Это будет очень простой рисунок и займет буквально минут 15. Вначале я делаю набросок. Можно провести две полукруглых линии, чтобы обозначить где будут располагаться рыбки и уже потом прорисовывать. Рисую обычным акварельным карандашом, который потом просто размоется, когда будем наносить цвет. Рисунок рыбок я нашла на просторах интернета. Если он вам понравился, вы можете просто повторять за мной. Если нет, поискать тоже. Я не знаю особые пропорции какие-то, как рисовать правильно рыбок, поэтому я просто срисовываю, где-то что-то добавляю от себя, касательно цвета. Как видите, я использую ластик, не все получается сразу. Если вы совсем не умеете рисовать и у вас не получается набросать рисунок, вы можете сделать себе такой шаблон, трафарет. Можно распечатать рыбок, вырезать и обвести. Или можно просто приложить лист к монитору, но бумага акварельная, она очень плотная. Ну, наверное, она тоже будет просвечивать и тоже обвести потом такой шаблон. Далее мы просто аккуратно смачиваем кистью те участки, которые будем раскрашивать. Постарайтесь, чтобы вода в стаканчике была всегда чистой. Тогда рисунок будет аккуратным и без грязных пятен. В данном рисунке не нужна какая-то особая акварель, используйте, которая у вас есть уже дома. И вот сейчас точечно наносим желтый цвет на мокрую бумагу. Затем мы нанесем оранжевый цвет и мы не будем им помогать смешиваться. Они сами размоются по влажной бумаге. И вот аккуратненько прорисуем контур. Ну, как видите, у меня очень странная форма кисти, потому что я неправильно ее хранила. Она деформировалась. Если честно, я даже не знаю, как я ее буду выравнивать, но пока так. Так как после высыхания акварель становится менее яркой, я решила добавить еще более яркого цвета, пока рыбка еще не высохла. И пока еще цвета между собой смешиваются. И далее с минимальным количеством воды, чтобы такая кисточка немножко даже сухая была, еле прикасаясь к листу бумаги, я вот такими штрихами делаю плавнички. Потом, когда она немножко подсохнет, мы добавим туда воды и она там красиво размахивается. Продолжение следует... Далее нам понадобится белый цвет. В моей палитре он закончился, хорошо, что он продается отдельно. И вот мы сейчас аккуратно смачиваем высохшую же рыбку и точечно наносим этот белый цвет. Мы еще раз обводим уже ярким таким сочным оранжевым цветом нашу рыбку. И делаем это для того, чтобы она получилась не просто такой однотонной, а чтобы было немножко объема в ней. Брюшко оно будет светлее и контуры будут темнее. И пока наша первая рыбка сохнет, точно так же мы раскрашиваем вторую рыбку, только делаем наоборот пока светлее, а по центру затемняем, так как спинку нам надо затемнить. И используем синий, красный и белый цвета. Вы можете использовать любые оттенки синего, красного цвета, какие у вас есть. Мне кажется, можно даже поиграть с цветом и использовать вообще какие-нибудь там желтые, зеленые цвета, тоже будет интересно. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пока наша вторая рыбка сохнет, мы прорисовываем жабры, но только полностью на высохший рисунок Иначе если такая плотная краска растечется, убрать черный цвет будет очень сложно Далее мы обязательно меняем воду и обильно смачиваем хвост и плавники И мы ни в коем случае не трем бумагу, а работаем кисточкой очень нежно И вот теперь по мокрой бумаге мы точечно наносим белый цвет И вот он дает такой плавный красивый переход Ну и точно так же мы прессуем плавнички у второй рыбки Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется у этой рыбки не хватило яркости, поэтому я добавила немножко точечно красного цвета Может розового, они если честно рядом так похожи И пока не нанесешь на бумагу, не поймешь какой-то цвет Лишнюю влагу или какие-то ненужные разводы можно аккуратно убрать сухой кисточкой Мы снова смачиваем нашу бумагу, чтобы краски на фоне красиво растеклись, но не затрагиваем их И далее мы просто рисуем фон теми цветами, которые вы выберете Мы можем делать точечки, полоски, можем брызгать По воде акварель по-любому красиво растечется и получится прикольный эффект Субтитры создавал DimaTorzok Глаза мы рисуем у рыбок тогда, когда краска полностью высохнет Это относится в принципе ко всем четким линиям, где нам не нужно какое-то размытие или плавные переходы Но вот плавники можно в принципе капнуть на них, когда бумага еще мокрая Потому что там нет каких-то четких линий, они у основания всегда немножко темнее И поэтому если акварель размоется, ничего плохого там нет Ну и в завершение прорисовываю чешуйки обычной белой ручкой Если у вас нет такой, то можно взять просто акварель с небольшим количеством воды Только не проводите много раз по одному и тому же месту, иначе она размоется Или можно взять белую акриловую краску и тоже так же прорисовать И наш рисунок в принципе готов Напишите в комментариях, сколько времени ушло у вас на такой рисунок Не забывайте подписаться, поставить лайк Вам не сложно, мне приятно И впереди будет очень много интересных видео Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok